Мы с вами были, там действительно удручающее состояние помещения. Оказывать там медицинские услуги невозможно по разным причинам. Предыдущий ремонт в 2007 году. Кровля протекает, на стенах и потолках плесень. Фаб Грибовский в посёлке Внеисок востребован. Дать вторую жизнь может капремонт. Минздрав включил объект в программу на 2025 год. Но в качественной медпомощи жители нуждаются прямо сейчас. Не только отремонтировать, но и усилить врачами. Узких специалистов ФАП не предполагает. Но Одинцовская областная больница навстречу жителям пошла. хирурга, терапевта и невролога. Которые работают по определенному временному утвержденному графику. Статус тоже может измениться. На амбулаторию. В посёлке почти 30 тысяч жителей. Но к ФАПу прикреплены чуть больше тысячи. По мне, конечно, критерием должна быть прописка. Если люди прописаны, значит, они уже в этой территории пользуются или должны пользоваться медицинскими услугами. Вот если эти цифры сопоставить, то точно мы с вами, отремонтировав это помещение, но как минимум амбулаторию сможем сделать. И она уже там часть вопросов нам решает. С процессом прикрепления ещё предстоит разобраться. А пока мобильные бригады врачей должны выезжать чаще. Жители нуждаются в качественных услугах в пешей доступности. И то, что мы сейчас говорим о том, что у нас будет новая больница в гусарской балладе, я ещё раз, вот я об этом говорила уже не один раз, это не решение нашей проблемы, нашего посёлка внесок. Вы поймите, что до гусарской баллады второй нам добираться точно так же, как до Перхушкова. Мы всё равно, это две автобусные остановки. Вот у меня вопрос, что по поводу ФАПа в Дубках? Земельный участок под него уже найден, а вопрос взят в проработку. Впереди сбор документации. Мы заявку такую отправим, давайте считать, как там сделать ФАП. Вот они там, собственно, на картинке, они быстровозводимые. Мы уже такие строили и в Саенской, и в Слободе, и в других территориях, в Москве. Всё, центр диспансеризации по такому принципу построим меньше, чем за год. Уборка территории – тоже вопрос важный. Как и восстановление газона, ремонт тротуаров и дорог, обновление разметки. Видно, что и пешеходные зоны, и дорожная сеть не в удовлетворительном состоянии. То есть, возможно, травматизм, но в целом неудобно и комфортно. Очень много фотографий получали, где перемещаются дети, в школе, к саду. В планах – реконструкция местного ВЗУ. Проект уже разработан, экспертиза получена. Объект в процессе включения в программу капитального ремонта. Основная сложность в том, что площадь самого водозабора очень маленькая, поэтому будем строить практически в два этажа. Сейчас там нет системы вторичной очистки, а мы будем делать как раз двуступенческую очистку для того, чтобы вода была практически идеального качества. Установка детских и спортивных площадок, расширение автобусных остановок и наиболее волнующий переезд местной почты. Эти вопросы обсудят на следующей встрече. Олеся Лукина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».